Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Dying Light 2, и мы идем на встречу с Вероникой. Мы уже находимся на плотине, предлагая использовать ультимативное оружие. Самое крутое, что у меня есть, ножовка, впервые девятый уровень. Сейчас мы ее чуть-чуть подломаем и начнем прокачивать. Попробуем настоящую мощь. Хотя она, наверное, все-таки послабее, чем сабля. Ох, как же это прикольно выглядит. Такой настоящий постапокалипсис, запущенный. Очень красиво. У них какие древние трупы. Так, ну и что, нам вниз? О, маки! Два штучки. Тоже неплохо. Это у нас обсерватория? Ну да. Военная техника. Интересные тут места. Так, точку убрать надо. Ух ты, что это за зверь такая в воздухе? Холера. Ты не граффити? Нет, просто надпись СИК. Больной. Ну и много других значений у этого слова. Вот она. Это ты? Я помню тебя с базара. Мы ее встречали в самом начале, да? Это не она нас вырубала битой тогда? Но она там присутствовала вроде как. Так, и газетка. Статья из газеты 23 января 2022 года. Все европейские границы закрыты. Париж, Лондон, Берлин и другие крупные города Европы закрыли въезд, объявив военное положение с целью сдерживания вируса. Члены ЕС закрыли границы и посадили все столицы на карантин, объявив военное положение в решительной попытке остановить распространение вируса. Столь отчаянные меры были встречены протестами по всему Европейскому Союзу. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против жестоких мер правительства и ограничению, по их мнению, их личной свободы. Ожесточенные протесты продолжаются, а риск дальнейшего распространения вируса растет. Можно ли предотвратить глобальную катастрофу? Или уже слишком поздно? Человечество на грани вымирания, а не о своей личной свободе протестуют. Да уж. Эта штука, я так понимаю, для теста цветов. То есть, сверяет с трафаретом, если цвета совпадают, то значит все окей. Принтер прокачивать не надо. Если вы понимаете, о чем я. Это ты. Я помню тебя с базара. Так и знала, что мы еще встретимся. Ты подлечила барни. Он хныкал, как ребенок, увидевший шприц. А ренегаты, почему они тебя ищут? Наверное, по той же причине. Доступ к базе данных ВГМ. Зачем тебе, Айден? Зачем так рисковать? Доверимся, Вероники. Я ищу свою сестру. Твоя сестра работала в ВГМ? Нет. Она была пленницей. Я не видел ее 15 лет. Пленницей? Ты имеешь в виду подопытной? Не знаю, что я найду. Кроме нее... У меня никого нет. Только так я узнаю, что с нами сделал Вальц. Вальц? Он держал нас там. Вальц любил ставить опыты над детьми. Ты знала об этом? Я была простым врачом, Айден. Прости. Еще какие-то вопросы? Или пойдем? Простым врачом, но, скорее всего, догадывалась о своих свершениях. Почему ты помогаешь? Тоже хочешь что-то найти в базе данных? Эйден, там хранятся самые большие секреты моей организации. Эта работа чуть не стоила мне жизни. Я должна узнать, что там. А если не понравится найденное? Не рискуешь, не выигрываешь. А, ну, получается, она реально не знала, значит, да? Почему доктор ВГМ оказалась на базаре? Потому что она никому не говорила, что работала на ВГМ. После революции ВГМ обвиняли в этой катастрофе. Сотрудников ВГМ ловили и казнили на месте. Люди мстили, чтобы облегчить боль. Не важно, что это не помогало. Что было, то прошло. Теперь я другой человек. Да, вообще, работников ВГМ-то много хороших было. Как-то Кацуми Кабояши. Хороший человек, просто так сложилось всё. Как ты собираешься попасть в обсерваторию? Смотри. Есть секретный туннель в комплекс. Его давным-давно заперли. Дай мне ключ, Эйден. Может, я сам открою? Он точно работает? Вроде как. Сейчас сломаешь, зараза. Может, проблема в том, что здание обесточено? Есть другой способ попасть внутрь? Зависит от того, насколько мы готовы рискнуть. Я готов на всё. Ладно, идём со мной. Я кое-что тебе покажу. Вообще, такие биолаборатории всякие заброшены. Это самое крутое. Обожаю такие места осматривать. Там за дверью стена, по-моему. Это текстура камня. Куда она ушла? Ну, зараза. Всё, привыкаю использовать кошку на отдельную клавишу. Как она так быстро добралась туда? Ничего больше нету? На груди? Конечно, но здесь всё залито химикатами. У ВГМ было одно средство. Когда они модифицировали THV, они должны были защитить своих сотрудников. Модифицировали? Химикаты. Они придумали блокираторы. Инъекции, защищающие на несколько минут. К счастью, у меня ещё остались две дозы. Так и знала, что пригодятся. Шранёмся на пару. Как это целое состояние стоит? Их почти не осталось. Сейчас нам нужна только одна. Для тебя. Ты не пойдёшь? Нет, я присоединюсь к тебе. Но сначала включи свет в здании. Что-то ты мутишь. Знаешь, я... У меня бывают приступы паники. В темноте или тесноте. Наверное, думаешь, что я трусиха. Брось. Чтобы прийти сюда, нужна храбрость. Ну, вперёд. Как только доберёшься, включай свет. Тогда я тоже приду. Дай сюда руку. Запомни. Инъекция даёт химзащиту на очень малое время. А нельзя сразу две вколоть? Нет, это опасно. Слишком мощное средство. Как можно быстрее доберись до малого купола. А оттуда, к большому. Тебе нужно найти дверь внутрь. Там ты будешь в безопасности. Затем иди в блок Б. Там тебе нужно найти электрощиток. Как только включишь электричество, дверь будет разблокирована. И я смогу пройти через тот туннель. Иди. Блокиратор действует. Эх, что-то у меня недоверие появилось к ней. Блокиратор действует. Так, попёрли скорее. Круто придумали. Не зря я испытание на скорость проходил. Блин. Ну нету времени всё осматривать. Вот так вот. Эээ, тут нельзя. Внимание. Неисправность в цепи питания блока Б. Инициирован аварийный протокол. Вероника, я прошёл через химикаты до первого купола. Отлично. Теперь дойди за второго. Найди дверь, люк или другой вход, ведущий вниз. Хорошо. Эх, сэрэса. Я хотел крюком схватиться, ну ладно. Ага. Ух ты. Блин, круто. Паркур, конечно, офигительный тут. Кайф. И что мне дают? Консервную банку. Спасибо. Устаревший лук. Ну вот застрелы, спасибо. 15 штук, это хорошо. Ну что, полезли? Давай, Эйден. Сейчас будет самое интересное. Ух, как же я люблю такие места. Вероника, я нашёл вход. Пока всё хорошо. Ага. Откуда ты так хорошо знаешь это место? Я была здесь однажды. Очень давно. Но у меня хорошая память. Полезное качество. Ну. Иногда плохое. Правда. Ммм, поедала дерьма, видимо. И что-то она скрывает. Зараза. Как бы она нож в спину не воткнула. Может, зря я про Мию сказал ей. О, законсервированные зомби. Давно тут стоят. Ждут своего часа. Но я хочу нырнуть. Осмотреться под водой. В таких местах надо быть очень внимательным. Скорее всего, уже не будет шанса вернуться сюда. Вероника, здесь целая толпа заражённых. Чёрт. Надеялась, там уже никого. Ты ошиблась. Не знаю, прорвусь ли. Включи ультрафиолетовый фонарь на поясе. Он должен напугнуть их. Главное, не останавливайся. Ну, я и так про фонарь знаю. Господи. Это, по-моему, турбач. Сейчас проверим. Я же теперь могу притягивать. Вот так вот. Красота. Блин, офигенно. Вот это стелс. Ну, круто же. Нет. Эх, вы, убалётки. Скоты. Ну, как же это классно. Я думаю, я уже про все механики знаю. Но игра не перестаёт удивляться. Так, давайте немножко выжгем их. Для разнообразия. Красота. Надо немножко отбежать и собрать лут. Урожай. Когда прокачан, знаешь, механики. То уже всё просто. Но очень кайфово. Очень геймплейно богатая игра. Кто там ещё? А, я мог прыгнуть сверху, кстати. Не ваншотит эта штука. Давайте немножко прокачаем всё-таки. Ах ты, скотина! Убил сразу? Да ладно, нифига себе. Тварь, вот как он там просочился? Ну ты, ублюдки. Меня ставили понервничать. Самое гадкое, что они могут, это вот прыгнуть именно. Вот так вот. На пару гулял. А кто там ещё? Хорош. Всё, всех уничтожил. Не буду я уже всех лутать. Зелёных трофеев у меня хватает. Каску бы взял. Так. Большое пространство. Кто там? Проснулись, ублюдки. Тихо. Ну, интересного особо вроде ничего и нет. Ну, а спуститься мне придётся. Эх вы, тварь. Хорош! Ну, кто ещё? Блин, цепляется своими культяпками, ублюдки. Хорош. Оставайтесь там. Ах ты, скотина! Одна дверь только закрылась. Кстати, вот эти зомби сильно разложившиеся. По идее, они должны быть все такие уже. Сколько времени прошло. А хотя, слушайте, тут же они были законсервированы, без солнечного света, они должны были хорошо сохраниться. Так, ну ладно. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так, ножи топовые. Хорош По-моему, троих разом Ну вот этого надо блутать У него, скорее всего, синий будет трофей Да Ага Ты что-то надо будет запитать Вот почему иногда приходится долго взламывать А иногда моментально Сначала все осмотрим Окей Ну понятно, дальше придется запитывать Вероника, электричество включено Отлично Туннель открыт Попробую добраться до тебя на лифте Здесь как в улье Тьма зараженных Но я от них избавился Они тоже были людьми, Эйден Помни об этом Эйден? Что? Что происходит? Лифт? Он остановился Наверняка сгорел предохранитель Я проверю Сделай что-нибудь Быстрее Пожалуйста Зараза Не волнуйся, я все починю Пожалуйста, не бросай меня Не бойся Сейчас все будет Не бросай меня Не бросай меня Вот паникерша О, Боже Пожалуйста Пожалуйста Выпудь до меня Вероника Свет вернулся Ты как? Бедняга Вероника Встретимся у лифта Значит, она не врала Видимо, она пережила Нечто такое нехорошее В замкнутом пространстве Миллионная аптечка Как ты? Видишь? Сказал же, все исправлю Просто Зайди Давно у тебя клаустрофобия? Серьезно? Последние десять лет А что тогда случилось? Эйден, ради бога Не будем сейчас об этом База данных Где она? Подожди секунду Под нами Еще глубже? Еще шесть этажей вниз Ого Крутое тут Оборудование До ВГМ Этот комплекс Принадлежал военным Они использовали его Для раннего предупреждения Ракетных ударов И всего такого Вот почему он называется Обсерваторией Затем появился вирус И Это был конец Эйден Так хорошо Тело нашел Сказал бы Красивые тут Кнопочки На самом деле Интересно было Про базу И чем же все Закончилось Ну Ситуация вышла Из-под контроля ВГМ Все рухнуло Насколько я знаю Сначала ученые Изабрикадировались Внутри Но вскоре Условия здесь Стали такими же Плохими Как в городе Так что Некоторые из них Сбежали по-тихому А оставшиеся Превратились в тех От кого ты Избавился Недавно Значит До ВГМ Здесь заправляли Военные Да Во время Холодной войны Здесь был Штабной бункер Холодной войны Период В прошлом веке Тогда Войны были Куда масштабней И велись Не только Из-за потребностей Вроде Наличия воды Ультрафиолетовых Ламп Или еды В каком-то смысле Все было так же Как сейчас Люди жили В постоянном страхе Ну и история Раньше Такие места Называли Свидетелями истории Чудесно Снова темно Жди Я пойду Разберусь Будь здесь Электричество Можно было бы Запитать Весь этаж Ну я уже Мастер В таких делах Так Только куда Тыкать Надо понять Нужно Нужно как-то Открыть Эти двери Может С другой стороны Это уже Квесты Напоминает Давненько Я не играл Хорошие квесты Они выходят Интересны Раньше Квесты Были очень Сложные Приходилось Все что у тебя есть В инвентаре Тыкать Просто везде Где только Возможно Потом они Стали Попроще Типа там The Longest Journey Например Dreamfall Это единственный Способ Добраться До базы Данных То есть Это получается Просто как Приключение История Немножко Местами Подумать Надо Как по мне Это лучше Потому что Всякие там Escape from the Monkey Island Это просто Безумие Было Так А вон Понятно 19 метров Близко Должно Быть Ща Походи Как же Тесно Так Куда Тут Тыкать Не Видимо Сначала Надо Все таки Открыть Дверь А потом Уже Тыкать Ух ты Но Без Ингибиторов Так Ага Понятно Так Сейчас Подключу Кабель Должно Сработать Туда Еще попасть Как-то Надо Не 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 Тут мы не пролезем Ну Ну Очень Должно Должно Из Должно Фрэнк Хороший Мужик Ага Ну Самая Нехорная Игра Про Зомби Если Не Считать Всякие 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 Там Мультяшные Наверное Тут Надо Как-то Пролезать Ага Бинго Вот У кого Нет Клаустрофобии Так Это Уэйдена Ну Что Так Ну Что Мы На Месте Красота Люблю Что Анти Восстанавливать Поэтому Всегда Кайфую Когда В играх Есть Возможность Что-то Обустраивать Даже На такой Заброшенной Базе Электричество Включило Это Как-то Приятно Обходная Цепь Умный Ход Ага Это Не раз Меня Спасало Вероника Мы Идем Да Давай Закончим С этим И будем Выбираться Отсюда Сюда Какие У нее Шрамы На лице Здесь Главный Компьютер Ты наконец-то Узнаешь Что случилось С сестрой Она Мое Все А что С родителями Я их Не помню Только Ее Мы Мы хорошо Ладили Без нее Как без Я даже Не знаю Ты не знаешь Что Ну Я даже Не знаю Кто Я Пятнадцать лет Назад мы все Были другими Людьми Мы Мы все Что-то Потеряли Это Здесь Ща Погоди Зачем Такие Коробки В туалете Было Расставлять Так Там Может быть Какой-то Интересный Проход Сейчас Я все Осмотрю Ракушек Нет В туалете Эту Пасхалку Очень Любят Игроделы А Тут Наверное Переход Из одного Туалета В другой Женского Мужской Ну Да Только Зачем Для Изращенцев Чтоб Подглядывать Красавцы Это Здесь Опять Заперто Что Дальше Терминал Отключен Система Безопасности Изолировала Зону Я Обстрел У меня Есть Идея Попробуй Найти Помещение Для Руководства Там Должен Быть Пост Охраны Можно Попробовать Открыть Замок Оттуда Для Этого Тебе Понадобится Ключ ВГМ Ты Много Знаешь Об этом Здании Просто Вставь Ключ И Выбери На Экране Экстренная Разблокировка Я Все Объясню Когда Закончим Экстренная Разблокировка Окей Вообще Опасно Ее Оставлять Рядом Зомби Прямо Через Одну Дверь Я Б Ее Куда Ни Вывел Сначала Носите маску Написано Там написано Был Носите маску Ну уж От Зомби Маска Точно Не поможет Не поможет Так что Ну а Музячка Пошла Сейчас Дела Начнутся Ох ты Ох ты Сколько Ох и налазимся Мы тут По вентиляциям Хана Коленка Вот так Хорош Распополамил Отмычки Заканчивается Уже У меня Очень много Металлолома Наделаю Еще Так Так Дверь же Закрыта Да Девушки 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 Была Простым Врачом Охереть Кажется Это Офис Вероники Ты не была Со мной Честна Вероника Кто Этот Мальчик Может Ее Сын Эйден Забавно Похоже Была Еще Одна Вероника Райан Директор Департамента Полевых Лабораторий Я Собиралась Тебе Рассказать Почему ты мне Помогаешь Работаешь С Вальцем С Вальцем Нет Ни за что Я даже Тогда С ним Не работала У него Была Своя Группа Но ты Знала Об Экспериментах Об Опытах Над Детьми Над Нами С сестрой Именно Поэтому Я Здесь Я Я Не могу Забыть Что мы Здесь Делали Что мы Подвели Вас Страдающих Детей И даже Не Получили Лекарства Лекарства Мы Ведь Живые Люди У Детей Был Выявлен Естественный Иммунитет К Вирусу Мы Увидели Корреляцию Между Возрастом Развитием Мозга И Тяжестью Заболевания Вот Поэтому Над Вами И Ставили Эксперименты ВГМ Весь Мир Нуждался В вас Казалось Вы Наша Последняя Надежда Прости Вот Оно Как При Таком Объяснении Все Выглядит Не Так Ужасно То Есть Все Зависит От Подачи Нам Вначале Показывали Воспоминания Эйдена Как Будто Их Прямо В Концлагере Держали Там А как Все Было На самом Деле Тут Есть На Чем Подумать Оно Того Стоило Приблизились К Созданию Лекарства Мы Были Близки Но Вирус Добрался До Комплекса Ты Тоже Проводил Эксперименты Нет Опыты Над Детьми Ставили В Лабораториях А Здесь Мы Собирали Данные И 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 Сотрудники Начали Превращаться И Все Быстро Вышло Из-под Контроля Один За Другим Мы Были Заперты Внутри Прятались Крались По Темным Коридорам И Ползали По Вентиляционным Шахтам Вот Это Хоррор Бал Мой Сын Был Ему тоже Тогда Было 5 Это Она Уже Такая Старая Получается То есть Эйдену Тогда Было 5 А Сейчас Эйдену Сколько Ну 20 Ник Точно Есть Если Она Была Директором Ей Лет 30 Точно Было Ну 45 Лет Принципе Ну Хорошо Выглядит Что С ним Случилось Мне Удалось Найти Шахту Ведущую Главному Входу Я Велела Полу Ждать Меня Я Поцеловала Его Попросила Подождать Пока Не удостоверюсь Что Входа Безопасно Он Прижался Ко мне Не Хотел Отпускать Когда Я Вернулась За Ним Он Исчез Меня Не Было Всего Лишь 15 Минут Я Провела Неделю В Его Поисках А Остальную Жизнь В Слезах Я Должна Была Знать Ребенок Напуганный Совсем Один Мне Жаль Ты Пыталась Вывести Его Откуда Было Знать Ладно У Всех Нас Было Своё Прошлое Сосредоточимся На Будущем Да Уж Такая Душевная Травма Это Не Лечится Ладно Пойдем Как Не Умеет Растворяться Сосредоточимся Сосредоточимся ну заходим надеюсь ты найдешь что ищешь все данные вгм здесь один в чем дело я не знаю давай еще дружи можно пройти все окей она застряла блять я пойду я устал знать мне нужны ответы ох ты что за нафиг командный центр вероника что происходит ответь вероника все в порядке на беззараживание не нравится мне это мне тоже химическая дезинфекция убивает все как ее остановить я не знаю вероника вероника сделай что-нибудь ух но даже тоже ненадолго поможет на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи